Уважаемые коллеги, сегодня мы поговорим о водно-рамочной директиве, собственно, об общих принципах и методологии оценки экологического статуса. Что такое водно-рамочная директива? Это документ, который устанавливает рамки в сфере водной политики европейских стран. Она была принята 23 октября 2000 года. Этот документ охватывает поверхностные, внутренние, переходные, транзитные, прибрежные и подземные воды и обеспечивает законодательную базу для достижения хорошего экологического и химического статуса водных объектов Европы. Целью водно-рамочной директивы является обеспечение устойчивого использования водных ресурсов путем постепенного снижения или полного устранения загрязнений и прочих вредных воздействий на окружающую среду. В результате достижения этой цели все водные объекты должны достигнуть своего хорошего экологического статуса, а все искусственные водные объекты или сильно измененные водные объекты должны достичь своего так называемого хорошего экологического потенциала. Водно-рамочная директива имеет достаточно жесткие сроки внедрения. Она была принята в октябре 2000 года и в декабре 2000 года вступила в силу. В декабре 2003 года должны были быть определены компетентные органы бассейнового управления в Европе. В декабре 2004 года должна была быть дана характеристика каждого водного объекта. К сентябрю 2005 года должны были быть приведены национальные законодательства к общим принципам водно-рамочной директивы. В 2006 году должна была быть введена в действие система мониторинга. А в декабре 2009 года должны были быть уже закончены планы управления речными бассейнами. И в 2015 году должна будет быть достигнута основная цель водно-рамочной директивы. Это, еще раз повторю, все водные поверхностные объекты должны достичь хорошего экологического и химического статуса. А все искусственные и значительно измененные водные объекты должны достичь своего хорошего экологического потенциала. Как только мы прочитали эту цель, сразу возникает первый ключевой вопрос. А что такое экологический статус? Или, как принято у нас говорить, в большей степени экологическое состояние? Здесь приведены некоторые определения хорошего экологического статуса экосистем. Эти определения приведены в хронологическом, скажем так, порядке. И видно, что самые разные есть варианты, как определяется экологический статус. Начиная от того, что хорошее состояние экосистемы — это просто метафора, ненаблюдаемое свойство, заканчивая тем, что достаточно сложными определениями, которые мы сейчас не будем все обсуждать. Но я остановлюсь только на одном — это определение, когда здоровье реки отличает степень сходства с эталонной рекой того же типа. Особенно в терминах биологического разнообразия и экологического функционирования. Этот принцип был положен в один из основополагающих документов, которые предшествовали вводной грамочной директиве. Это руководящие принципы мониторинга и оценки трансграничных реп при Хельсенской конвекции в 1992 году. И там было записано следующее. Основные элементы экологической оценки состояния речного бассейна включают аспект биологического разнообразия и установления, и описания эталонных ситуаций. Собственно, вы видите, как перекликаются эти два момента. Вводная рамочная директива уже в своей редакции указывает на приоритет биологические показатели перед химическими и перед гидроморфологическими при проведении оценки экологического статуса водных объектов. При этом она рекомендует поэтапный переход к единой форме представления результатов биологического мониторинга, как такового, который отражает, в большей степени отражает экологический статус водного объекта. При этом произошла смена парадигмы мониторинга вод. Произошла замена критериального подхода к оценке качества воды компаративной или сравнительной оценкой экологического состояния водного объекта. Ну, посмотрите, как это было раньше. Были критерии, были какие-то предельно допустимые концентрации, и органы, контролирующие качество воды, сравнивали существующие предельно допустимые концентрации с тем, что находится в воде. Эти предельно допустимые концентрации были прописаны, например, для всей страны или для группы стран. А на сегодняшний день такой подход не совсем является правильным. Ну, он и тогда не являлся правильным. Но сейчас мы понимаем, что он не является правильным, потому что, например, в бассейне речки Тисы и в бассейне речки Припяти концентрация загрязняющих веществ, фоновые концентрации обычных металлов или еще какие-то, они очень сильно различаются. То есть качество воды в Тисе и в Припяти очень сильно различается. Поэтому нынешние подходы, вот те подходы, которые рекомендует водно-рамочная директива, они базируются на том, что мы должны себе представлять, какой же химический и биологический фон в идеале находится в той или иной реке того или иного типа. И тогда, сравнивая с тем, что мы наблюдаем, мы можем говорить о том, какое качество реки, не качество воды, а именно качество реки, экологическое состояние реки относительно того эталона, который мы каким-то образом, мы будем об этом говорить позже, каким-то образом и определяем. И при этом становится понятным, что химический контроль уже не настолько важен и не настолько, как бы не единственный при оценке экологического состояния. Потому что реку того или иного типа, нормальную реку, заселяют нормальные те или иные биологические сообщества. Если привести прямой пример, такой простой пример, то, например, наличие тех или иных видов рыб или беспозвоночных говорит о том, что река хорошая. Ну, все вы знаете о том, что была большая программа по Рейну, которая звучала приблизительно так. Когда лосось вернется в Рейн, Рейн станет качественной рекой, хорошей рекой. Что такое биологический контроль или биологическая оценка? Ну, биологическая оценка — это систематическое использование биологических ответов на уровне экосистем, сообществ, отдельных видов, клеточных структур с целью контроля и оценки изменений качества окружающей среды. Ну, иначе говоря, состояние экосистемы. И в водно-рамочной директиве уже свое приведено определение экологического состояния, которое звучит таким образом. Экологическое состояние водного объекта обозначает выражение структурно-функциональной организации водных экосистем, классифицированной в соответствии с биологической составляющей качества, а также гидроморфологической и химической составляющими, которые поддерживают или обеспечивают биологическую. Главным условием при отнесении водного объекта к тому или иному классу есть сравнение с референсными или эталонными условиями, то есть такими, которые существуют в некой эталонной, ненарушенной реке. В водно-рамочной директиве приводятся общие подходы, общая классификация экологического статуса речного бассейна, когда высокое, хорошее, невысокое, низкое и плохое качество определяется по степени отклонения от некоего эталона, от некоторого референса. На картинке можно видеть, что отсутствие или очень незначительное изменение биологических или физико-химических параметров, это определяет высокое качество. Слабые отклонения, умеренные отклонения, значительные или критические отклонения определяют, соответственно, хорошее, невысокое, низкое или плохое качество. Вот сформулированные таким образом вещи не дают количественных оценок. Что такое хорошее, что такое сильно измененное, что такое слабые или умеренные или какие-то там другие отклонения, на этот вопрос пока ответа нет. Ну, я имею в виду пока в той формулировке, как это прописано было в водно-рамочной директиве. Приводится алгоритм уже в дальнейших документах, которые уже сопровождают водную и рамочную директиву, приводится алгоритм расчета, даже не расчета, а подходов о том, каким образом определять плохое или хорошее состояние. Буду уже говорить о состоянии. И вот этот алгоритм сейчас на картинке, тут видно, что по простой схеме да-нет, можно смотреть, отвечает ли величина значения биологического качества референсным условиям. Если да, то это отличное качество. Если нет, то это надо переходить на следующий уровень. Но при этом общая классификация включает не только биологические параметры, но и химические, и гидроморфологические. Поэтому смотрится также отклонение химических параметров и также отклонение гидроморфологических параметров. Но если посмотреть внимательно на этот алгоритм, то можно увидеть, что гидроморфологические параметры могут отклоняться только от отличного до хорошего. То есть на удовлетворительное состояние, на плохое состояние, на очень плохое состояние уже гидроморфологические параметры не оказывают своего влияния. То есть по гидроморфологии мы фактически определяем только отличное и хорошее состояние. По химическим элементам мы определяем уже три уровня состояний. Отличное, хорошее, удовлетворительное. И только биологические элементы нам могут показать плохое и очень плохое состояние экосистемы. Для количественной оценки отклонений водно-рамочная директива предлагает так называемый EQR-коэффициент или коэффициент экологического качества. Когда берется реальное значение того или иного показателя и делится на его референсное или эталонное значение, и мы получаем цифру от нуля до единицы. Установив для каждого класса границы класса, то есть 0.1, допустим, первый класс, 0.4, второй и третий класс, мы можем количественно определить значение того или иного класса для каждого из используемых показателей или, как это называется, дескрипторов, в случае, если это описательные вещи, или метрик, в случае, если это вещи, которые измеряются. То есть какие-то там вещи, ну, я имею ввиду показатели, которые измеряются непосредственно в природе. Что за этим стоит? Когда мы определяем экологический статус в результате всей этой оценки, то мы понимаем, что для отличного, хорошего статуса нам необходима охрана и поддержка. Для удовлетворительного, плохого и очень плохого нам нужны какие-то мероприятия для улучшения, восстановления и перехода все-таки в класс не ниже хорошего. Вот этот класс не ниже хорошего и стоит основной целью водно-рамочной директивы. То есть в 2015 году все водные объекты должны достичь хорошего экологического состояния. И за этим стоят, в общем-то, достаточно большие деньги. Поэтому определение вот этой границы между хорошим и удовлетворительным классом странам, как правило, не очень выгодно. Если мы много объектов водных отнесем к удовлетворительному, плохому и очень плохому состоянию, то нужно вкладывать большие деньги для того, чтобы перевести их в хорошее состояние. Если мы эту стрелочку сместим вправо, то есть количество водных объектов в удовлетворительном и ниже классах мы уменьшим, то, естественно, и денег нужно будет странам потратить меньше. И вот в этом как бы и состоит нюанс и некоторые возможности спекуляции при оценке экологического состояния. Для того, чтобы избежать этих спекуляций, для того, чтобы избежать этих всех моментов, мы должны максимально объективизировать оценки. И когда мы их объективизируем, то прежде чем их объективизировать, возникает второй ключевой вопрос. А для каких, собственно, объектов необходимо устанавливать экологический статус, экологический потенциал, какие минимальные размеры объекта, какие границы объекта и так далее. И что такое вообще водный объект. Но эти моменты я сейчас подробно описывать не буду. Для этого по этому поводу будет другая презентация, когда специалисты-гидроморфологи более подробно расскажут о методах выделения водных объектов, их идентификации и типологии. Но, тем не менее, в общей структуре методологического подхода к оценке экологического состояния первым шагом является типология и идентификация водных объектов. В самых общих чертах она включает в себя процесс определения притоков для реки, первого, второго и так далее, порядков дифференциации речного бассейна по длине, высоте над уровнем моря, геологическому строению ложи и так далее. Я еще раз говорю, что об этом более подробно будет другая лекция. Второй шаг — это выбор точек отсчета. То есть для того, чтобы определить какие-то референсные условия, от которых мы смотрим эти отклонения, нам необходимо выбрать эти точки отсчета. Первый и самый простой, понятный путь — это выбор участков, которые по своим характеристикам могли бы выступать как эталонные для разнотипных рек бассейна, для каких-нибудь озер, переходных вод и так далее. Подречным или любым другим эталонным створом понимают гидроморфологические, биологические, физико-химические условия на ненарушенных участках реки в относительном гомогенном отрезке с исходными типами места обитания. Что очень важно, чтобы были одинаковые типы места обитания. И этот путь, с одной стороны, самый простой, но с другой стороны, он достаточно сложный, потому что мало мы где найдем рек с эталонными участками. Ну, разве что для Украины такие реки, такие эталонные участки мы можем находить в Карпатах или где-нибудь на Полесье, но в среднем для Европы, для Украины поиск этих эталонных участков достаточно сложная вещь, и найти эталонные участки довольно проблематично. Поэтому существует еще один вариант поисков выбора точек отсчета. Это моделирование ретроспективы. Имея наборы данных за много лет, и по многим речным бассейнам такие наборы данных есть, мы можем смоделировать реку такой, как она была когда-то давно, когда не было, или когда было минимальное антропогенное воздействие. Ну, еще один из методов, это палеореконструкция, когда по донным отложениям, этот метод работает в основном не на реках, работает в основном на озерах, когда по донным отложениям берутся пробы донных отложений, и представляя себе скорость нарастания ила, скорость, как образуются вот эти донные отложения, мы можем по остаткам диатомных водорослей, по остаткам пацарей животных, отследить, какое же население было еще до того, как началось антропогенное воздействие на этот водный объект, и таким образом представить себе, какое же эталонное состояние того или иного озера, водного объекта было с тем, чтобы потом проводить оценку. Третий шаг — установление референсных показателей. Ну, собственно, это как бы продолжение второго шага, я там говорил о методологии, о методиках, как это все определяется, а как конкретно выйти на список показателей, как конкретно выйти на те значения этих показателей, гидрохимических, гидрофизических и биологических, мы поговорим сейчас. Но с гидрохимическими показателями Украине повезло в том смысле, что существует методика установления и использования экологических нормативов, качества поверхностных, вот суши и устари в Украине. То есть для всех основных речных бассейнов, для всех больших водных объектов существует вот такой документ, и там прописаны основные химические, фоновые химические показатели, которые можно использовать в качестве референсных. По гидрофизическим и гидроморфологическим показателям нами было принято использование стандартных показателей, таких как температура, прозрачность воды, а также таковых, которые определяют структуру индикаторных сообществ, например, для бассейна ТИСы, это и прутат, гранулометрический состав донных отложений. Но опять-таки я говорю, что эти вещи будут более подробно рассказаны далее. И биологических. Биологические референсные показатели, дескрипторы и метрики, это достаточно сложный вопрос, потому как в качестве показателей могут рассматриваться представленности индикаторных групп, списки индикаторных характерных для эталонных условий, видов, число видов, эндемиков и так далее и тому подобное. Если еще вернуться к химическим показателям, то они делятся на общие и специфические. Референсные показатели, это только касается общих показателей. Это кислородный режим, содержание основных ионов, минерализация, ПАЖ, содержание питательных веществ, азот, нитриты, нитраты, фосфор, асфата и так далее. А кроме этого, существует еще целый ряд специфических веществ. Это согласно 10-му предложению водной рамочной директивы, изначально 33 вещества, которые имеют высший приоритет для принятия совместных действий по уменьшению или устранению попадания их в природные воды. Ну, кроме того, для каждого бассейна могут быть определены другие вещества, которые в данном водном объекте находятся в значительных количествах. Вот эти 33 приоритетных вещества, 33+, потому что сейчас уже добавили еще 8 веществ, и не исключено, что будут добавлены еще. Это в основном такие вещества, как антрацена, трозин, бензол. Это производные хлороорганические вещества. Это целый ряд тяжелых металлов и их соединений. В общем-то, это те вещества, которые, в принципе, не должны находиться в речной или в озерной воде. И поэтому для них не устанавливаются референсы. Они просто контролируются традиционными химическими методами, аналитическими методами. И при общем экологической оценке мы просматриваем их наличие или отсутствие. Что касается биологических показателей, то я уже говорил, как правило, используется метод моделирования. И за этим всем стоит достаточно большая работа, потому что, когда мы подходим, например, к такому бассейну, как бассейн Тисы, то здесь мы рассматриваем не только и не столько отношение тех или иных организмов к качеству воды, к химическим загрязнениям. Мы осмотрим нормальные распределения, например, относительно высоты над уровнем моря. Ну, например, на этой картинке предоставлены структурные показатели фидопонтона Риг в зависимости от высоты. И видно, что, например, биомасса или численность, это не показательные дескрипторы, потому что очень высокий разброс и наклон зависимости очень небольшой. А вот число видов уже можно использовать в качестве дескриптора, потому что есть зависимость, которая приблизительно нам показывает, в каком состоянии должен быть фидопланктон в горной реке на той или иной высоте. Еще более красивые зависимости, полученные для донной фауны, и эти зависимости вполне нормально определяются тем составом и динамикой донных отложений, которые существуют в реках. Вот посмотрите, соотношение тропических групп беспозвоночных очень сильно зависит от того, либо это зона размыва донных грунтов, либо зона транспорта на носах, либо зона аккумуляции на носах. И мы видим, что для каждой из этих зон существует свой собственный набор тропических групп донных животных. И зная об этом, мы представляем себе, что в нормальной реке, если мы знаем о том, какая это зона размыва транспорта или аккумуляции, вот таким образом должны соотноситься тропические группы животных. Точно так же численность и степень доминирования донных животных в зонах с различным характером динамики донных наносов тоже различна. И видя эти зависимости, мы можем приблизительно, более-менее точно, в конце концов, определить, какой же состав организмов характерен для той или иной высоты горной реки такого типа, как в бассейне Тисы. Все это требует достаточно большой счетной работы. То есть эти коэффициенты, эти зависимости, они получаются, кроме того, что должен быть достаточно большой материал натурный, то есть материал разбора проб и определения этих организмов, достаточно большой объем счетной работы. Для этого нами была создана программа «Аквабиобейс», которая на сегодняшний день позволяет нам пересчитывать целый ряд коэффициентов, которые используются в Европе. И эта программа, она корреспондируется с той программой, которая существует в европейских странах, это программа «Астерикс». И мы можем проводить транспорт данных из одной программы в другую и таким образом получать оценки, сопоставимые с теми, которые делаются в Европе. Но это отдельный момент, который тоже можно будет обсуждать далее. Он не столь важен для методологии, о которой мы сегодня говорим. Четвертый шаг — это собственная оценка экологического состояния реки и лечного бассейна. И вот это как бы самый сложный и самый интересный момент из всей нашей сегодняшней лекции. Каким образом проводить такую оценку? Нам надо провести оценку и по качеству воды, и по химическим каким-то показателям, и по гидроморфологическим, и по целому ряду биологических показателей. И как это все свести воедино? Это задача, которая на сегодняшний день, ну, я скажу так, она в большинстве стран Европы не решена. Единой системы оценки, когда учитываются все дескрипторы вместе, такой системы практически нет нигде. Как правило, происходит оценка по отдельным дескрипторам, которая каким-то образом усредняется, или на уровне экспертной оценки эксперты приходят к выводу о том, что здесь хорошее или плохое состояние реки. Но в целом такой системы на сегодняшний день не существует. Мы разработали и предложили систему, которая состоит из пяти блоков. Первый блок — это биоиндикация качества воды. Второй блок — это структура донных сообществ, как наиболее показательных сообществ для большинства рек. Третий блок — это биоразнообразие. Блок биоразнообразия, который учитывает индикаторы и показательные для этого условия виды животных растений, а также виды, которые охраняются эндемикой, как один из элементов, которые показывают хорошее состояние экосистемы. Ведь понятно, если здесь живут красноктижные животные, то в принципе мы можем с большой долей вероятностью предположить, что эта река находится в хорошем состоянии. Река или озер. Четвертый блок — это гидроморфологический или биотопический блок. Гидроморфологический в плане гидроморфологической оценки, о которой будет еще сказано. Но мы еще сюда подключаем анализ биотопов, то есть тех местообитаний, которые наиболее важны для поддержания биоразнообразия в реке, особенно для поддержания тех видов, которые являются редкими. И пятый блок — это блок гидрохимический, который учитывает фоновые гидрохимические показатели. Эти все блоки были сведены в такие оценочные таблицы, для которых необходимо было определить референсные значения каждого из дескрипторов. Дескрипторы для каждого бассейна свои. И я здесь в качестве примера покажу референсные значения, характеристики для рек бассейна Припяти. По первому блоку биоиндикации качества воды. Мы в бассейне Припяти, проведя типологию и идентификацию водных объектов, выделили реки в кремниевых породах на низменности большие и средние, и реки в органических породах на низменности средние и малые. И для каждого из этих типов рек были определены характеристики в блоке биоиндикации. Это биотический индекс Вудивиса, так называемый, сопробность по фитоплантону, сопробность по зооплантону и сопробность по зооплантону. Для каждого из этих индексов, для каждой из этих характеристик были определены референсные значения. Вы видите, что они отличаются в разных типах рек, несмотря на то, что это один и тот же бассейн, и несмотря на то, что это, в общем-то, одна природная зона. Точно так же были определены референсные значения по структуре донных сообществ, то есть определены количество видов в тех или иных индикаторных группах. Также были определены индикаторные и показательные виды. Вот что в быту так называемая биоиндикация, вот говорят, там есть лягушка в воде, значит хорошая вода, там есть раки в воде, значит там хорошая вода. Вот в более строгом виде наличие и отсутствие этих видов, которые здесь перечислены на таблице, вот по рыбам там более понятно, там есть немного вырезут, значит это отличное состояние. Есть вьюн и сазан для средних рек в органических породах, значит это правильно. А вот для малых рек в органических породах референсным значением является наличие золотого карася и вьюна. Отдельный блок это биотопа и гидроморфологическая оценка, которая делается как отдельный блок и включается в общую систему. А вот что касается гидрохимических показателей, то здесь, как я уже говорил, использование в качестве референса методики определения экологического норматива сталкивается с одним небольшим или очень большим нюансом. Дело в том, что когда мы подошли к реке и взяли пробу воды, и если бы при этом не учитывая, когда был дождь, как долго стоит, какой сезон, как долго эти дожди шли, мы не учитываем природных, климатических и погодных факторов, тогда сравнивать с этими референсами нам достаточно сложно. Ну, по крайней мере, ошибка может быть очень большой. Поэтому, определив референсы из методики, мы фиксируем регион, что это референсы определенные для Волынского полесья, что это летняя межень, что это полдень и устойчивая ясная погода. Потому что если солнце в это время у нас не в зените, то у нас по-другому идут процессы фотосинтеза, насыщение кислорода уже будет другое, и референсы по кислороду мы не можем прописать. Поэтому мы вот эти вот вещи фиксируем. В качестве примера я приведу оценочную таблицу, которая была сделана для реки Стырь на участке села Заречная. В голубом столбике прописаны референсные значения. Это те значения, которые вы видели на предыдущих таблицах. В белом столбике прописаны данные исследований. Соотношение между данными исследованиями и референсными значениями нам дает класс качества по одному из дескрипторов. Можно пойти по пути, который предлагает водно-рамочная директива в лоб и использовать так называемый этот ЭКЮЭР. Но до тех пор, пока мы не настроили всю систему, до тех пор, пока мы не знаем веса каждого из показателей, лучше использовать оценку, так как это предлагают американцы. То есть использовать отклонение от референса на 5 для первого класса, 30, 30, 30 и 5 для пятого класса. 30% отклонения от референса, 35% это второй класс, 65% это третий класс, 95% это четвертый класс и 100% отклонения от референса это самый плохой класс, пятый класс качества. Если использовать вот эту вот разбивку до 5, 30, 35, то мы тогда не используем ЭКЮЭР, мы его не настраиваем. Мы можем тогда определить вес каждого из показателей. Ну, например, понятно, что наличие или отсутствие краснокнижных видов или там каких-то индикаторных видов показывает состояние реки с большей степенью вероятности, чем не совсем понятный для, особенно для управленцев, какой-нибудь индекс сопробности там фитопланктона или количество поясов высшей водной растительности. Поэтому каждый из дескрипторов имеет свой вес. И этот вес нужно определить, чтобы он учитывался при оценке. И вот эти весовые коэффициенты, у нас в самом правом столбике они прописаны, они определены для каждого из дескрипторов на уровне по качеству экспертной оценки и в той или иной степени для того или иного бассейна лучше или хуже работают. Когда мы провели вот такую оценку по блокам с учетом весов каждого дескриптора и с учетом веса каждого блока, мы можем получить средневзвешенную оценку реки и сказать о том, что вот по всем пяти блокам, а это три основные момента, это биология, химия и гидроморфология, река находится в состоянии хорошем, плохом или отличном, или очень плохом. Что мы потом делаем с этой информацией? Потом эта информация в зависимости от количества и объема проведенной работы может представляться либо в виде точечной оценки, как это сделано для бассейна реки Припять, когда мы работали на отдельных точках и показываем для каждой реки в каждой точке цветом на карте, какое там экологическое состояние, либо это может быть континуальная оценка экологического состояния, как это было, например, сделано нами на трансграничном участке реки Тисы на границе между Румынией и Украиной, тем, чтобы дифференцировать экологическое состояние относительно влияний, которые могут возникать с того или иного берега реки. И вот на этой картинке очень хорошо видно, что впадение реки Вишел с румынской стороны приводит к снижению качества реки со 2-го до 4-го класса. Кстати, вот эта картинка позволяет нам также подходить и к вопросам идентификации водных тел. То есть изменение класса биологического или класса того, который мы определили при континуальной оценке в той или иной точке позволяет нам проводить более углубленные исследования, гидроморфологические в том числе, с тем, чтобы определить, является ли эта граница действительно границей между водными телами. Ну и последний момент представления этих данных, если проведено в бассейне достаточно большой объем работы, когда таких континуальных оценок сделано много, когда эти неточечные исследования на отдельных реках, когда охвачены достаточно большого количества рек, мы можем получить карту экологического состояния, например, как мы это сделали для бассейна Тисы. И уже на основании вот такой вот карты, как прописано в водно-рамочной директиве, мы можем вполне четко говорить о написании плана управления речным бассейном. Собственно, вот такая карта экологического состояния бассейна является той основой, на которой отвечающие за экологическое состояние бассейна могут планировать те или иные мероприятия, понимая, что там, где зеленый цвет, надо не ухудшить, там, где голубой цвет, надо не ухудшить и сохранить, а там, где желтый, оранжевый и красный цвет, нужно вкладывать деньги для того, чтобы они стали зеленого цвета на карте. Спасибо за внимание.